Произошло сейчас, отцепили вот этот люк, из которого предположительно бил столб кипятка. Отсюда, кстати, по-прежнему идёт пара. Это значит, что температура воды была очень высокой. Это кадр с камер видеонаблюдения. Два часа дня. Сначала возле пешеходного перехода появляются лишь незначительные клубы пара. Но через некоторое время всю улицу буквально накрывает. Вообще всё было в пару. Даже машина не видна была. Стречка едет и не едет. В это время как раз закончились уроки. Рядом городская гимназия. Кирилл, как и многие дети, шёл из школы домой. Я иду оттуда и вижу какой-то дым. Я особо не понимаю, что слышу крюки детей, вижу просто дедя, они там стоят, кричат. Я просто испугался. Подумал, что что-то произошло и убежал. Про меня очень страшно было. Пострадавших четверо. Девочки 10, 11 и 12 лет. У всех ожоги горячим паром. Они были доставлены в больницу. Они поступили с ожогами нижних конечностей. Это ожоги стоп, щеколоток и в какой-то мере частично голени. Ожоги второй степени. Была оказана медицинская помощь в полном объёме. А вот заместитель главы города Дзержинский, он тоже побывал на месте аварии, считает, что дети сами виноваты в случившемся. Дети, которые на близлежащем пешеходном переходе переходили дорогу, не до конца оценили опасность ручья, вот этого кипятка, который тёк. И, соответственно, попытались его перескочить, получили травмы. На данный момент... Простите, но, наверное, ни дети недооценили. Наверное, это недооценили в администрации, что такое допустили. Действительно, да. Ситуация произошла, авария произошла. К сожалению, да, вот такие происходят ситуации. Такие ситуации, по словам местных жителей, в городе происходят регулярно. Теплосети либо вообще не ремонтируют, либо делают это кое-как. Дзержинский похож на долину гейзеров. И к отопительному сезону он, скорее всего, готов только на бумаге. Еженедельно в социальных сетях появляются сообщения о прорывах труб в самых разных местах. Вот эта школа, это уже не первый случай. В том году вообще у нас несколько раз вот эти ситуации возникали. А здесь зима ещё не началась, уже начинается. Официальной информации о том, что стало причиной аварии, пока нет. Но, скорее всего, трубы просто-напросто отбежали и не выдержали напора воды. Эту версию нам сегодня подтвердил рабочий, который спускался в люк. Много там воды вообще было? Много. А вы, ну, хотя просто приблизительно понимаете, из-за чего это произошло? Трубы старенькие, рванул. В том, что случилось, сейчас разбираются сотрудники областной прокуратуры и следственный комитет. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. На место происшествия выехали следователи. Устанавливаются обстоятельства, при которых девочки получили ожоги. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. У жителей соседних домов пока нет ни отопления, ни горячей воды. Всё отключили. Ремонтные работы продолжаются. Только что закончили откачивать воду из люков. Как мы видим, уже вскрыли асфальт и сейчас проверяют трубы.